Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 11 главу книги пророка Захарии. В этой главе продолжается тема обетований народу Божию. Но конечная победа не бывает без страниц мрачных и темных, потому что всегда народ-победитель может возгордиться, а гордыня приводит к смирению. Господь смиряет тех, кто гордится, смиряет их гордыню. И драма избранного народа состоит в том, что ему предстоит пройти через страшное испытание. Тот добрый пастырь, который будет дан ему от Бога, будет отвергнут народ, отвергнет своего царя, своего спасителя, и это вернется несчастьями. И здесь пророк предупреждает народ о таких несчастьях. И начинается с призыва к Ливану. «Распахни свои двери, Ливан, Пусть огонь пожрет твои кедры. Плачь, кипарис, потому что рухнул кедр, Погибли величественные деревья, Плачьте, дубы вассана, Вырублен непроходимый лес». Очень необычный призыв. Пророк использует язык поэзии для того, чтобы достучаться до самых глубин сердца человека. То есть для того, чтобы пройти сквозь дебри нашего разума, который жестко фильтрует все, что мы получаем, как информацию. Но слово должно дойти до самого сердца, и поэтому очень часто пророки и Господь используют язык поэзии, язык символов, поскольку это проникает гораздо глубже, чем наше сознание. И поэтому здесь этот образ надвигающейся катастрофы как некое приглашение. «Отворяй ворота, Пусть огонь пожрет твои кедры». То есть все, чем гордишься ты, оно будет уничтожено. Открывай свои ворота, надменный Ливан. «Стянайте кипарисы, потому что рухнул кедр». Уже одержана победа, Господь уничтожил кедры, одно дерево, которое возгордилось. Поэтому для тебя, кипарис, это грозное предупреждение, ты можешь плакать о самом себе. И вы, дубы вассана, тоже величественные, неприступные, непроходимые леса, рощи, которые тоже гордятся своей плодовитостью, тоже пробил ваш час. Рыдайте. «Слышно стенание пастухов, Их богатые выгоны разорены». То есть буквально они разом лишились всех своих пастбищ. «Слышен рев молодых львов, Вырублены их чаще у реки Иордана». Здесь образ такой всеобщей стихии и бедствия. И пастухи и львы просто здесь, как некие символы всеобщей катастрофы. Пастухи плачут о том, что они лишились своих злачных пажитий, больше негде пасти скот, все охвачено огнем. Молодые львы, которые скрывались в непроходимых чащах в долине реки Иордан, тоже рычат и стенают, потому что их заросли уничтожены. Но эти заросли одновременно – это образ гордости. То есть их сила, то, чем они могли гордиться, все это уничтожено. «Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на убой. Покупатели безнаказанно убивают их, те, кто продал их, говорят, слава Господу, я разбогател, и пастухи о них не жалеют». Итак, посреди всего этого бедствия Господь выбирает пророка Захарию и посылает его с миссией быть пастырем, потому что народ и все живущие на земле стали стадом, обреченным на убой. И вдруг народ превратился вот в такое стадо, в некий скот, который ведут на заклание, на мясокомбинат, условно говоря. Страшная участь, потому что нет пастырей. И вот Господь воздвигает Захарию, пророка, который должен стать пастырем этих овец, обреченных на смерть. И что происходит с этими овцами? Те, кто их покупает, их продают как будто на рынке, как рабов продают на рынке. Покупатели распоряжаются ими, как хотят, они их убивают. А те, кто их продал, те, кто должны были быть их покровителями, их правителями, хозяинами, пастырями, они превращаются в продавцов, торговцев, торговцам скотом. Горе народу, чьи правители становятся торговцами скота. И эти торговцы говорят, слава Богу, я разбогател, благословенный Господь, я нажился на них. И пастухи уже о них не жалеют, потому что их больше интересует богатство. Вот такой образ развращенного царства, которое, конечно же, не устоит. Это там, где пастыри, которые должны заботиться о своих овцах, никого не берегут, никого не жалеют, а думают лишь о своей выгоде. Все это вернется всеобщей катастрофой. «Ведь я больше не стану жалеть обитателей страны», возвещает Господь. «Я отдам всякого в руки ближнего его и в руки его царя они будут опустошать страну, а я не стану спасать никого от их рук». Итак, народ, который оказывается под властью таких правителей, становится стадом безумным, настолько, что Господь отворачивается от него. Это образ такого безумия. Кажется, что даже Господь уже оставляет. И не имеет смысла заботиться о таком народе. И что происходит? Начинаются гражданские войны, и междоусобицы, разбой. «Я отдам всякого в руки ближнего его. Тот, кто должен быть твоим братом, в действительности становится твоим врагом». И все эти люди будут опустошать землю. Те, кто были самыми бедными из этих овец, передаются в руки пророка, передаются на его попеченье. Поэтому он говорит, «Я пас беднейших овец Атара, обреченных на заклание. Я взял два посоха и назвал один благоволение, а другой единство, и пас Атару». Пас – это стадо. Итак, пророк берет заботу, берет на свою ответственность это заблудшее, обреченное стадо, и он пасет его. И эти два посоха – как два символа царства его – благоволение и единство. Или, говоря современным языком, некий девиз политическая программа. Благоволение – только милость и узы единства, для того, чтобы это стадо было единым. «За месяц я прогнал троих пастухов, и паства возненавидела меня, а я устал от них и сказал, «Я не буду больше вашим пастухом. Пусть умирающий умрет, гибнущий погибнет, пусть оставшиеся пожирают друг друга». В течение месяца пророк заботится об этом стаде и изгоняет трех пастухов, трех пастырей. И чаще всего здесь видят три фигуры лидерства и власти. Это цари, священники и пророки. То есть лжецари, лжесвященники, лжепророки – они изгнаны. И вместо того, чтобы этот народ воспрял духом и обернулся к Богу, этот народ ненавидит того, кто о нем заботится. Страшный образ безумия. Настолько, что этот милостивый пастырь уже больше не может их терпеть, устал от них. И поэтому сказал, «Я больше не буду вас спасти. Те, кому из вас суждено умирать, умирайте. Те, кому суждено погибнуть, если хотите погибнуть, погибайте. Те, кто останется в живых, вы все равно пожрете друг друга». Страшный образ внутренних распри и ненависти. Некоторые исторические аллюзии на разрушение Иерусалима говорят о том, что это пророчество могло исполниться в тот момент, когда римляне разрушили Иерусалим, Иерусалимский храм в 70-м году. И там были некоторые факты людоедства. Вот этот образ, когда люди пожирают друг друга, братья пожирают друг друга, совершенно конкретный и очень грозный образ. «Затем я взял свой посох, называвшийся благоволением, и сломал его, расторгнув завет, который я заключил со всеми народами. Он был расторгнут в тот день, и беднейшие изотары, которые наблюдали за мной, узнали, что таково было слово Господне». Посох благоволения в действительности является символом завета, потому что это завет любви. И пастырь его ломает на мелкие кусочки в знак того, что завет разрушен, не остается камня на камне от этого завета. И в тот момент самые обреченные, самые нищие, смиренные земли, они поняли, что это пророчество, пророчество от Бога. И я сказал им, «Если хотите, дайте мне мою зарплату, моё вознаграждение, а нет, так и не платите». И они отвесили мне тридцать шекелей серебра. Господь сказал мне, «Брось их горшечнику, высоко же они тебя оценили». «Я взял тридцать шекелей серебра и бросил их в доме Господнем для горшечника». Здесь мы видим пророчество, которое исполнится в тот момент, когда Иуда предаст Иисуса Христа, и плата, которую он получит, будет исполнением этого пророчества. Тридцать сиклей серебра – это плата, которую должен заплатить хозяин животного, которое забодало раба. Это плата, которая как некое вознаграждение или возмещение нанесённого ущерба в случае смерти раба. И именно эту плату народ даёт тому пастырю, который был дан от Бога. Горшечники – это самые презираемые люди в народе, это наименее почётная должность. Земля горшечника часто – это глинозём, на котором ничего не растёт, эта земля ничего не стоит. Поэтому вот эти все образы совершенно незначительной суммы, которые оценили труды пастырей и саму его жизнь, этот образ горшечника, этой неплодородной земли, которую пророк оставляет в доме Господнем. И затем я разломал второй посох, называвшийся единством узы, единство связи между людьми. Я разорвал узы братства между Иудой и Израилем. Мы с вами уже говорили о том, что после смерти царя Соломона северные колена, десять колен Израиля, ушли в схизму, произошёл раскол на царство Иуды. Два колена остались связаны с Иерусалимом, и было северное царство. И этот раскол, эта схизма была такой кровоточащей раной. И в мессианские времена единство народа должно быть восстановлено. Народ опять станет единым целым. Иуда и Израиль опять станут единым целым. Этот посох единства. Но этот момент ещё не настал. И наоборот, оно опять разбивается в дребезги. И Господь сказал мне, возьми ещё орудие глупого пастуха. Я дам этой стране пастуха, который не будет беспокоиться о пропавших. Молодых не будет искать, увечных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а будет пожирать мясо отборных овец, отрывая даже копыта. Горе скверному пастуху, оставляющему отару, пусть меч поразит его руку и правый глаз, пусть рука его совсем иссохнет, и правый глаз совершенно ослепнет. Вот на такой грозной ноте обличения, призыва к покаянию, призыву к тому, чтобы народ опомнился, завершается эта глава. И здесь мы видим некоторые образы, которые заслуживают внимательного прочтения. Орудие – это условно атрибуты пастыря, то, чем он совершает своё ремесло, неразумного пастыря, юродивого пастыря, безумного. И нужно быть безумным пастырем, в отличие от доброго пастыря, который явлен в личности Иисуса Христа, извращённым пастырем, для того, чтобы не беспокоиться о тех, кто пропал, для того, чтобы не заботиться ни о ком, для того, чтобы не сжалиться и не исцелить у вечных, для того, чтобы никого не кормить, но взамен этого лишь пожирать мясо тучных овец, настолько, что даже копыт употребляет свою пищу. И, конечно, горе Господь проклинает такого пастуха, которого никогда нет рядом с его овцами, когда им нужна помощь. Пусть меч поразит его руку, то есть его силу. Правая рука – это образ силы, правый глаз – это образ мудрости и какого-то здорового отношения к действительности. Это таким образом, что этот человек потеряет, в конце концов, свою силу, он не сможет действовать, и его правый глаз совершенно ослепнет, померкнет. Он потеряет, говоря нашим языком, контакт с реальностью, пойдёт в полное безумие. Поэтому это грозное предупреждение всем лжепастырем, которые идут по пути корыстолюбия и перестают заботиться о своих овцах, в конце концов, их ждёт погибель. Этим грозным пророчеством заканчивается 11 глава книги. На портале Экзогиатру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.